Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов в ходе совещания акцентировал внимание на необходимости расширения программы комплексного развития сельских территорий в Карачае-Черкесии. Следующим вопросом на повестке совещания стало развитие туризма. С докладом о готовности регионов к выработке позиций по реализации федерального закона, направленного на развитие рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, выступила председатель комитета Софеда по социальной политике Инна Светенко. В самом выступлении она также затронула общие вопросы развития внутреннего туризма в Карачае-Черкесии. Министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев в самом выступлении особый акцент сделал на развитие курорта Дамбай. Он сообщил, что в текущем году ведомством совместно с компанией «Кавказ-РФ» планируется разработка мастер-плана развития курорта, включающего в себя анализ предложений по обустройству новых канатных дорог и трасс, функциональному зонированию территории курорта. Кроме того, директор акционерного общества «Кавказ-РФ» Андрей Юмшанов рассказал о планах по разработке мастер-плана развития Софийской поляны. Вместе с тем, участники совещания обсудили вопросы развития строительства и жилищного комплекса Карача-Черкесии. В частности, детально обсуждалась модернизация коммунальной инфраструктуры в регионе. Речь шла о реконструкции очистных канализационных сооружений поселка Дамбай, строительстве группового водоснабжения населенных пунктов Узджигутинского, Прикубанского районов и иного микрорайонов в северной части Черкеска, а также строительстве объектов теплоснабжения микрорайонов «Северный» и «Спутник» в республиканской столице. Отдельной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. Подняты вопросы подключения фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов к сети интернет и их оснащения автоматизированными рабочими местами. Так, на сегодняшний день к интернету подключены 76 фельдшерско-акушерских и 6 фельдшерских пунктов региона. Автоматизированными рабочими местами оснащены все 100% структурных подразделений. Более детально сенаторы и члены правительства остановились на развитии инфраструктуры здравоохранения, в частности, необходимости строительства новых больниц, психиатрического и инфекционного профилей. В рамках визита делегации Совета Федерации в Карачао-Черкесию, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко и заместитель министра здравоохранения страны посетили учреждения здравоохранения всех уровней. Они посетили пять объектов. Карачао-Черкесский диспансер имени Бутова, Черкесскую городскую поликлинику, Республиканскую инфекционную клиническую больницу и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Черкесскую городскую клиническую больницу и ФАП в ауле Карапага. Важно то, чтобы было современное оборудование. Мы сегодня специально прошли не только амбулаторию, но также и посмотрели стационар рядом с реанимационной и с операционной для того, чтобы посмотреть то оборудование, на котором работают здесь. Здесь работают действительно специалисты высокого класса на очень качественном оборудовании. Поэтому важно, чтобы та помощь, которая оказывается медицинской, она была высококачественной вне зависимости от того, в какой точке страны мы сегодня находимся. Мы сегодня увидели действительно современный онкологический центр. Центр, который построили, и он направлен на то, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи. Смертность от онкологических заболеваний, мы знаем, занимает второе место в структуре смертности. И то, что делается в этом центре, благодаря замечательному слаженному коллективу, оно как раз направлено на то, чтобы и увеличивать продолжительность жизни, и сокращать смертность. И самое главное, что здесь работают люди, настоящие профессионалы. Они постоянно учатся, они на связи с федеральными центрами. Это радует. Ну и последняя информация завершает этот блок. В ходе встречи представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил о планах по созданию на базе Северокавказской государственной академии военного учебного центра. В возе совместно с Минобороны и Миноборнауки России подготовлен календарный план создания центра, где планируется подготовка военнослужащих запаса. В первый учебный год военный центр будет готов принять 90 абитуриентов. Далее к другим темам. Группа компании «Домате» начала поставки продукции из баранины на экспорт. Первая партия охлажденной баранины отправлена авиатранспортом в Королевство Саудовской Аравии, а поставка осуществлялась специализированным авиатранспортом, что позволило сохранить высокое качество продукции. Ксот отметить, что авиаперевозки позволяют оперативно доставлять продукцию и обеспечивают необходимый температурный режим для сохранения свежести и полезных свойств мяса, не прибегая к заморозке. Начало отгрузок на крупнейший рынок Ближнего Востока предшествовала большая работа. Компания успешно прошла аудит профильных ведомств, подтвердив соответствие предприятий высоким требованиям Королевства. На первом этапе Россельхознадзор проверил завод по убою и переработке баранины и включил его в реестр одобренных, после чего Дамате успешно прошла аудит управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии. Важным этапом было получение сертификата «Халяль», который предоставляет право экспорта. В планах компании расширить географию поставок баранины на все страны Пересидского залива и увеличить ассортимент поставляемой за рубеж продукции. На улицах республиканской столицы приступили к замене дорожного полотна. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 13 километров автодороги и пешеходных зон, рассказал заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В первую очередь это как дороги к социально значимым объектам. В частном секторе особое внимание мы обращаем на ширину дороги, потому что есть участки такие в частном секторе, где ширина дороги не позволяет у нас сделать полноценные две полосы, поэтому приходится там ремонтировать дорогу путем грейдирования данного участка. Не получится у нас поселить полноценный асфальт. Уже сейчас мы формируем списки дорог, подлежащих ремонту на 2024 год, готовим предложение. Любой житель города Черкеска может обратиться в мэрию города Черкеска, в управление ЖКХ, с просьбой отремонтировать тот или иной участок автомобильной дороги. Комиссия выйдет, рассмотрит и будем вносить предложение. Планируем в рамках ремонта обновить дорожное полотно, провести устройство бордюрного камня, нанесем разметку и доустановим количество дорожных знаков. Энергетики филиала Россети Северный Кавказ, Корчаева, Черкеска, Энерго с наступлением тепла приступили к активной фазе ремонтных работ на своих энергообъектах. Специалисты уже выполнили расчистку просеки от древесно-кустарниковой растительности, замену дефектных изоляторов и техническое обслуживание на линии электропередачи 110 кВт, Черкеска, Цементная. Тему продолжит главный специалист службы по оригинальной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. Мероприятия направлены на бесперебойное электроснабжение нескольких крупных промышленных предприятий в пригороде Черкеска. Комплекс мер реализован в рамках подготовки электростевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года. Все работы проведены силами персонала службы технической эксплуатации и организации ремонта филиала, что позволяет оптимизировать расходы на выполнение ремонтной программы. Отметим, что до начала пика нагрузки на сети энергетикам филиала предстоит выполнить ремонт почти 270 км линии электропередачи различного класса напряжения, заменить около 2500 изоляторов, более 600 опор ЛЭП, установить 315 защитных устройств, расчистить почти 65 гектаров просеки в охранной зоне линии электропередачи. Один год исполнился накануне кафедры лесного дела Северокавказской государственной академии. В честь этой даты на территории вуза высадили 10 саженцев сибирского кедра. По направлению лесного дела этот вуз готовят специалистов уже 10 лет. Для Карача-Чекесичи территория почти на треть состоит из лесов. Это одно из самых востребованных направлений подготовки студентов. Тему продолжит министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова. На самом деле очень важны, потому что мы испытываем дефицит кадров именно в этой области, в области лесных отношений. Сейчас уже на постоянной основе мы сотрудничаем, взаимодействуем. Студенты уже сотрудничают с министерством, и мы постоянно привлекаем их в наши практические работы. Это работа лесхоза по посадке лесных насаждений, по агротехническому уходу. Сразу три школьницы из Черкеска победили в оригинальном этапе всероссийского конкурса сочинений без срока давности. Ученица второй школы Елизавета Меркулова, Елена Кайчуева из гимназии номер 13 и Алина Мокова, представляющая восьмую школу, стали победителями оригинального этапа конкурса. Большая часть работ была представлена в жанре рассказа и эссе. В числе главных тем – преступления против детства в годы Великой Отечественной войны, деятельность поисковых отрядов, молодежных и общественных движений по сохранению и увековечению памяти о геноциде. Войны годы – литературные, музыкальные, драматические произведения, образцы кинематографического и изобразительного искусства. Сочинения победителей будут направлены в Москву для участия в федеральном этапе конкурса. Торжественная церемония награждения призеров оригинального этапа пройдет в канун празднования Дня Великой Победы 9 мая. В республике завершился оригинальный этап 12-го Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Десятки школьников соревновались в чтении вслух отрывков из литературных прозаических произведений, учащиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Карача-Чикеси. Прошли несколько отборочных туров – классный, школьный и муниципальный. В финале приняли участие 36 победителей городских и районных этапов из 12 муниципальных образований республики. Ребята достойно представили уровень художественного мастерства отрывками из любимой прозы. Каждый участник выступал в смене спектакля. Компетентная жюри по итогам конкурса определила троих победителей. Это Лейла Постанова, ученица средней школы села Светлое, Ольга Фоменко, учащаяся в первой школе станицы Зеленчукской, и Динара Узденова, представлявшая школу номер 8 села Римгорское. Они же представят Карача-Чикесию в финале конкурса, который состоится в мае этого года в Международном детском центре «Артык». В предстающие выходные в поселке Приозерном Прикубанского района пройдет чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля доной удочкой». Информацию комментирует директор Федерации рыболовного спорта Республики Сергей Бугаев. К соревнованию допускаются все желающие, независимо от пола и возраста. Коротко расскажу о правилах соревнования. Можно ловить рыбу только одним удилищем, только с одним поводком, только с одной кормушкой и только с одним крючком. Хотя запасных снастей можно иметь неограниченное количество. Подробно об этом соревновании и предварительная регистрация на это соревнование объявлены в интернете, в ВКонтакте, на страничке, которая называется «Форум Федерации рыболовного спорта КЧР». Немножко о плане проведения соревнования. В пятницу, то есть 7 апреля, будет свободная тренировка. Водоем для участников соревнования будет открыт. 8 апреля будет первый тур соревнования, который продлится 5 часов. И второй тур с такой же длительностью пройдет в воскресенье, 9 апреля. Ну и последняя информация. В Адвардсе спорта юбилейный Черкеска в эти дни проходит первенство Северокавказского федерального округа по боксу среди юношей 15 и 16 лет. Соревнования продлятся до воскресенья. В них принимают участие 140 спортсменов из всех субъектов СКФО, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Оно пройдет в этом месяце в Чехове. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Соловина опасность. В республиканской столице небольшой дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 15. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!